Время прибытия в аэропорт города Хабаровска в 12 часов 45 минут по местному времени. Температура Хабаровска не вечет. И уже через час у нас в студии появится наш победитель. Прямо с самолета в прямой эфир нашей радиостанции с Победы на крыльях. Так что не включайте радиоприемники. Напомню, пианист Георгий Петров, наш земляк хабаровчанин, стал лауреатом конкурса пианистов имени Петра Ильича Чайковского. Вы сможете задать ему вопрос по нашему телефону. Да-да, пожалуйста. Проходите. Присаживайтесь, пожалуйста. Прошу прощения, но я сегодня еще не обедал. Так что, с вашего позволения. Присаживайтесь. Что с вами? Вот вы сейчас слышали? Нет. Это родники. Карточка ваша где? У меня нет карты. Ну что ж, паспорт можно ваш? Так что же с вами случилось, если вы пришли ко мне сами? Это трудно объяснить. Попробуйте. Как вы себя чувствуете? Все началось вот с этой книги. Месяц назад, когда мы его отца забрали в больницу, я нашел ее у него на столе. Что случилось с вашим отцом? Он перестал разговаривать, ушел в себя. Потом вообще перестал реагировать. Это, это детская книжка, в ней ничего особенного. Просто рассказывается о том, как появляется молоко, хлеб, из чего делают подошву для ботинок. Ну, в общем, я полистал ее и отложил. А вечером я делал бутерброд, и когда начал резать хлеб, вдруг услышал что-то вроде шелеста. А потом я увидел фотографию на стене. Никогда ее раньше не замечал. Пшеничное поле. Я подошел к ней, и оттуда идет звук. Как будто колосьев шумит. А вы уверены, что это детская книга? Так вот, когда я ее открыл снова, там было совсем другое содержание. Это книга вашего отца? Да. Он был музыкантом? Нет, он вырос в деревне, его мать была дояркой. Ну, вот опять все изменилось. Мечта умирает, когда достигаешь ее. Остается жить только воспоминаниями о ней. Вот смотрите. А может быть, вы видите то, что вам хочется видеть? Мне кажется, я стал видеть, что откуда происходит на самом деле. Вот вы знаете, например, где выросло это яблоко? Конечно, знаю. В саду у моей мамы. Ей 85 лет, она в замечательной форме. До сих пор ухаживает за садом и кормит его плодами всю нашу семью. Хотите попробовать? Помыть? Я сам помою. Ну что, теперь вы слышали? А что я должен был услышать? Вы должны услышать правду. Вы должны увидеть, что все уже давно не так, как было. Мы не видим, откуда происходит все то, что нас окружает. Я даже не уверен в том, что молоко, которое я покупаю в магазине, имеет хоть какое-то отношение к коровам. Вот это вы должны услышать. Вот. Слушайте. Слышали? Слышали. А теперь смотрите. Моя беда в том, что я начал видеть правду. Неужели вы не видите, что эти стены из картона? А тот, кто делал эти стены, явно преувеличивал их прочность. Что вы пишете? Пишу, что вы абсолютно здоровы и не нуждаетесь в помощи психотерапевта. Вы смеетесь надо мной? Я прихожу к вам в четвертый раз и каждый раз… И каждый раз… И каждый раз вы приносите мне эту книгу. И списываете на нее все свои проблемы. Хотя… Хотя не понимаете ее задержания. Ваш отец перестал говорить, потому что ему больше нечего сказать. Его жизнь больше не имеет никакого смысла. Он… Он закончил то, к чему шел всю свою жизнь. Вы осуществили его мечту. Отсюда ваше чувство вины перед ним и не думаете, что вы сможете ему… …как-то помочь. Мне всего двадцать семь лет. Я стал пианистом. Я победил в конкурсе, к которому готовился практически всю свою жизнь. И совершенно не чувствую удовлетворения. Эта мечта была навязана мне с самого детства. Это была его мечта. Что мне теперь делать? Научитесь мечтать сами. Начните свою книгу. Начните делать что-то такое, на что у вас… …не хватит всей жизни, и вы… …вы поймете своего отца… …не пора… …не пора… Мы с вами прослушали концерт, и теперь, как мы и обещали, сегодня у нас в гостях в прямом эфире Георгий Петров, победитель конкурса имени Петра Чайковского, наш земляк-хабаровчанин. Уважаемые радиослушатели, чуть позже вы сможете задать Георгию вопросы по телефону, а пока мы попросим нашего гостя рассказать о себе. Георгий, когда вы начали заниматься музыкой? Вы знаете, я думаю, стоит начать с самого начала. Все началось, когда моему отцу было шесть лет. Его мать была дояркой, отец погиб на фронте. В общем, он рос в деревне. Однажды в газете он увидел фотографию пианино, и на кухонном столе под клеенкой нарисовал себе клавиши. А когда по радио звучала музыка, он отгибал клеенку, как крышку рояля, и делал, и будто играет. Конечно, он так и не получил музыкального образования, но когда вырос, уехал в город и поступил в медицинский институт. То есть это и его победа тоже? Он, наверное, очень рад? Вы знаете, мы не виделись, но после передачи я сразу поеду к нему. А чем он сейчас занимается? Я так понимаю, он с музыкой не связан? Ну, вы знаете, он уже несколько лет на пенсии, живет в деревне. Ему от матери и от моей бабушки остался сад. Он за ним ухаживает. И, кстати, кормит его плодами всю нашу семью. По крайней мере, так ему кажется. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok